Один выходной. Четыре места. Более трехсот километров от Алматы. Четыре. Элементарно. Мы приехали на Присан-Давун. Она находится примерно в 20 километрах от трассы, от горячих источников. Самое, что интересно, мы уже подходим к речке Ильи. Вот она, река Ильи, в ее верхнем течении. То есть цвет воды должен быть совсем другой. В нижнем течении совсем другой цвет. Ильи здесь мрачная. Да, цвет воды, конечно. То, что мы привыкли видеть после Копчегайского водохранилища в нижнем течении Ильи, она такая прозрачная, красивая. А тут просто жесть. Цвет воды, какой он, глиняный. Глиняный цвет воды. И просто плывет какой-то мусор. Реально, тупо мусор, пена, какие-то штуковины непонятные. Крокодил, крокодил. Да, не, не крокодил. Точник? Не, не крокодил. Ну, пошли отсюда лучше. Вот это вот интересная конструкция. Тут что-то, короче, происходит. У них есть свой генератор, антенны. И вот такая вот конструкция. Тоже непонятно для чего, но за ней следит вон там камера. Она нас не видит, но мы ее видим, эту камеру. Вот, опять же говорю, вот это вот пирс. Вот так вот спускаешься такой. Спускаешься, спускаешься, спускаешься. И вот тут вот должна лодка причаливать. Вот уровень, кстати, воды. Уровень сейчас, даже не знаю, метра полтора тут что ли всего. Что-то ну маловато. Мне казалось больше тут должно быть. А как ты думаешь, сейчас что-нибудь здесь ходит? Я не знаю, ходит ли сейчас что-нибудь здесь. Пока тут стояли, обнаружили трос. Вот это вот, вот это вот. Натянут трос на ту сторону. Прям на ту сторону. Зачем он тут? Может это переправа какая-то? Трос и сверху какие-то флажочки. Что происходит? А может достают? Как тебе это место? Прикольно. В принципе, стоит заехать. Повторюсь, это не тайли, которые мы привыкли видеть. Тут она широкая, грязная. И пустая. Да, кстати, пустая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Судя по точке, она должна быть где-то там Это прямо какое-то GPS-ориентирование Уже все степи исколесили Короче, мы забрались в ущелье И нам у нас задача перейти речку Речка не такая большая, но нам надо на ту сторону Здесь бревна Бревна есть Сделаем плод, переплывем точно Будет прикольно, если точка, которую мы нашли в интернете Этой пещеры, она не верна Будет просто улет Да нет, должно быть все нормально Отправили Ольку на поиски ее Ну, если честно, мне казалось Что тут должно быть что-то Подъезд какой-нибудь к ней А не просто так Мне кажется, чуть-чуть места не то Пока я здесь Среди скал Погуляю И ищу выход Я что-то нашла Сейчас покажу О, боже, как бы пробудиться здесь А, среди эти колючки больно Ай-ай Ау Вот Я нашла вот такую фигню Типа грибное место Видели? Это Гриб Он вот такой огромный Пахнет плесенью Едобно, нет? А мне надо переходить Не убиться и вернуться Субтитры сделал DimaTorzok И вот мы подъехали к площадке Это вот площадка пещеры Назгум, да, по-моему? Не доверяйте точкам Мы точку обязательно поставим Чтобы таких Впредситуаций таких не бывало Мы нашли Точнее, нас, наверное, нашел пастух Ну, чисто случайно И только у него узнали, где находится Он говорит, да вы что Это, говорит, совсем другое ущелье Вы что тут делаете вообще? Тут людей вообще не было Ну и, короче, вот Сейчас, я думаю, будет супер По крайней мере, уже красиво Облагорожено, красиво Вот люблю, когда так Коровы тут ходят Хотя, наверное, закрой, чтобы не ходили тут коровы Люди тут, кстати, там Есть А там не было Там было очень много животных И мы там ходили Искали пещеру Точку искали GPS-ориентирование прям Вау Не, ну красиво, реально облагорожено Мостик вижу Скала вообще ответственная Сейчас поближе подойдем А вот мы и добрались, наконец-то, до пещеры Мы сделали это Вот она Пойдем поближе Красиво? Бедняжка Куда надо было прятаться? И все равно же ее нашли здесь Кошмар, просто кошмар Почитайте историю Заход был, наверное, отсюда? Наверное Ничего себе Тут от кострич Цвет изменился То есть тут был Тут костры были Очаг был Цвет потолка полностью стал Темный Там еще проход есть, оказывается Вот еще вход Мы зашли вот отсюда Где стоит Памятная доска Тут еще есть вход Как тебе? Красиво Вот тут около пещеры Течет вот такая речушка Нига очень большая Но меня очень заинтересовал мох Вот такого цвета Красного Если знаете, пишите Да, точно Там еще пещера Вот там бы надо было искриваться Туда же лазить надо Очень странно Мы вроде бы в степи Опять же, да? И здесь Вот такой вот Как это называется? Каньон? Ну да Ландшафт изменился И появился почему-то каньон Ну чебата И тут уже, смотри, пахнет осенью Это желтое дерево Красота Просто красота Красивое место Немного грязные, конечно, валяются Памперсы, бутылки Надписи на столах Ну это как у нас везде Так к этому уже надо привыкать Я так понял Бороться с этим смыслу нет Парта порванная Парта порванная Ну ландшафт здесь просто классный Советую обязательно это место для посещения Во-первых, потому что это не так, в принципе, далеко от горячих источников Можно и покупаться, и погулять, и насладиться историей И вообще посмотреть на торжество нашей природы Точную ссылку мы оставим в описании Как сюда доехать Точку хотя бы оставим После такой бешеной прогулки сам от отдыха В горячих источниках Да, поваляться Так хорошо пыль дорожную смыть Да, и чтобы с машиной ее смыть Да, и чтобы с машиной как-нибудь пыль всю смыть Там какой-то ад Там человек пыль послился Вода теплая После пешеры на зугу Это то, что нужно Прыкаем Стоимость купания 500 тенге с человека За один час С ребенка не берут Оу Прям горячая Да Прям брызгает, еще и горячая Отлично покупались Опять мы уполны энергии И снова в путь Небольшая идея Берем вчерашних крылышек от известного производителя Они холодные, невкусные Ну что поделаешь Но у нас есть машина Есть же машина Открываем капотик Кладем их прям на движочек Нет, даже вот так вот Прям на движочек Кладем Плющим их Чтобы они плотно прилегали И закрываем эту Коктальницу И главное не забываем их Когда тронемся Прошло 10 минут 10 минут Я думаю крылышки готовы Открываем капот Так О, шкварчат Так Пакет не заплавился А Ого Вот он Вкусный обед Готов Элементарно Еще как Четвертое место на сегодня Должна была быть ясенево роща Но тут произошла Небольшая проблема То есть Поставили вот такие знаки То есть это особо охраняемая Природная территория Вход и въезд запрещен И с той стороны реки Чарын И с этой стороны реки Чарын Вот такие знаки И Дороги все просто забором Перекрыты То есть ехать бесполезно Про вход и въезд мы поняли Не поедем Но никто не написал про пролет Редактор субтитров А.Семкин Проезжали мимо Байсиита Точнее через поселок Байсиита И решили заехать покушать Ну это традиция жить Шашлык подорожал 350 стал стоить Ужасная сумма Неподъемная сумма Меню А кстати кафе Сарвинас Был занят Ну как все было забито Нас никто не отслужил Мы ушли Никто не заметил если честно Что мы приходили Если так до конца быть честными А тут вот такое вот кафе Кафе называется меню 777 мне кажется называется Вот они цены В принципе цены как везде Чайник чая 200 тенге Шашлык 350 тенге Шашлык 350 тенге А ты стараешься чать А тут две стороны Извините Вот 350 Вот то есть Что баранина Что филеутки Что окорочка 350 тенге Мы взяли 5 баранин И 2 окорочка И чайник чая Ну и всякие попить Штуковины Ну в принципе тут прикольно Наверное Баранина Курица Мясо Просто жесткое Посмотри Ребенок Зубы покажи Ну колубнись Он зубы все сломал Передние Покажи вам Не берите тут шашлык Лучше заплатить дороже Чем 350 тенге Дупо есть вкусно Я считаю Да? Вон там позади меня Капешка Сарвинас А мы поели Через дорогу Вон туда Честно Либо мы съели Барана долгожителя Либо жесткого Диктатора И как мы уже поняли Мы возвращаемся В Алматушечку Сегодня было пройдено 780 километров Это от Алматы До Алматы Практически вся дорога Была сносного качества Порой даже Очень хорошего качества Так что Проблем не составило Можете спокойно ехать Отдыхать Пробовать этот маршрут Тем более Что мы поставим Актуальные точки Под видео Посмотрите Заходите Комментируйте Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok